привет зритель фавориты этого года так получилось что весной я забыла записать лето мне как-то не с руки осенью я пока собиралась осень закончилась наступила зима вот эту курточку ты наверно видел шорца или еще в чем-то я не ездила и зимой и осенью шастую эту шапочку связала моя подружка курточку покупала за три с чем-то на вайпериз колготки которые на мне начался меховые то все пято-десято шерсть кошмар кто-то еще покупала в наборе черные вот такие черные еще не надевала за 400 чем-то рублей может они уже не продаются потому что ну как бы последний размер был так для тех кто вдруг что-то не видел тут вообще был мех но я что-то как-то этот мех не пристегнула я чуть-чуть на приближение но все равно вот так получается что вот широкой чтобы было вертикально надо снимать шорт если у вас друг напрягает я знаю кого-то это должно напрячь но я полотенце сняла тапочки лишние убрала все что пожелания были в прошлых роликах обзоров шматья учила но куда я вам деду то что я тут должно примерить конечно куда-то это могу деть но если вам хочется чего-то другого можете задонатить и за ваши деньги практически все что угодно короче куртяха такая довольно удобная карманы видишь как зритель как туда все влезает тут у меня телефон а тут у меня сопливчик так чё значит шарфик вязала моя подружка валенки я покупала это я покупала с медового денег этого года за три с чем там ну там 300 счета там 3 200 грубо говоря валенки я покупала что-то около 3000 прошлом году с медовой выплаты чё о боже я хотела помыть голову но не помыла думала заделать хвост но не заделала я сказала о боже и тут мои любимое платье которое покупала на light in the box да нет даже я его покупала на те недели ему больше десяти лет столько не живут моё любимое платье куртяха внутри вот мех мех искусственный а это натуральная джинса любители папа-побой меня я кстати столько комментов прочитала что я нищеброд ну ладно окей у нас два разделения либо нищеброд либо какой там этот тот который не нищеброд ну в общем вот так нет разделения для тех кому но покупают то что нравится я давно хотела вообще такую куртяху но либо там фасон был какой-то другой либо подкладка мехом было только вот как жилеточка рукава не как либо рукава в три четверти либо спина голая тут спина закрытая куртяха там моё любимое платье вот в этом пальтичке которые по-моему тоже покупала на те недели а может быть уже на алике нет скорее всего на те недели или на light in the box а у него когда-то был капюшон возможно я его даже показывала с капюшоном смехом и вы видели этот капюшон смехом на был у меня коттишка и капюшон ушел вместе с ним здесь когда-то были такие как они ласково не ласка на него так вот наклеивать ну зафигачивались нашитые были пуговка была но надо на одном рукаве пуговка быстро слетела и я ходила на булавке а на другом вот взлетела не сразу в итоге я ходила вот так как орика точнее кирика есть такая манга орика волшебница орика там такая кирика и вот у него какие-то такие рукава когда она в хэншине я решила шоя кирика тут он веревочка даже еще осталось а потом я аккуратно срезала я даже не знаю где они теперь и были эти штучки которые держались на пуговках и осталось сначала хотела выкинуть когда сюда приехал буду мочу огнем помойку можно выкидывать тут вот как бы пуговка и внутри внутри уже пуговки нет внутри была пуговка можно было застегнуть но вот я только сейчас обнаружил что ее уже нету кошка не прыгай тут мне планшет лежит так вот вот это партишка у него четыре кармашка сзади вот такая хренатень и вот именно такая хренатень была на рукавах нету даже платочек есть прям как шоу моей сумочке да отдельно можете любители меня походить пройтись по моим волосам что я их не помыла это спонтанное очень видео у меня давно просили то одно то другое но созрела я внезапно сегодня спонтанно после того как мне наконец-то поставили водоканал спустя три с лишним недели наконец-то дошел на меня после второй моей заявки и сделал мне пломбу на холодную воду я честно гражданина они шли три с лишним недели так вот вот тут кармашки вот здесь кармашки очень удобные кармашки вообще люблю кармашки хотя говорят что эти руки в карманы кажется будто я беременная но те кто любит это окошко она у меня грызет на мне уже много дырочек с грызлом выгрызла этих металлических из моего ремня не знаю там видно нет видно наверно да я вижу что видно ну конечно в таком прикиде с валенками не походишь холодного вот туда я ехала на войны забирала подарочки на новые года на новый год родственникам заказала два боксика бьюти спасибо тони узнала что на вайдбрис продаются бьюти боксики в коробочках мне пришло в пакетиках я еще отзывы дневные не писала короче вот так можно сейчас я наверное дойду приодену и покажу что можно допустим в чем я могла ходить до недавнего времени пока вдруг не поняла что уже как-то минус 15 минус 20 минус 10 и вот них уже как бы хоть они внутри и с какой-то меховой подкладкой не знаю натуральные не натуральные хрену я знаю но суть того что вот это то резиновая хоть здесь и мех либо пух какой-то и ножкам холодно вот эти тапочки я в них дома сейчас то я их недавно купила то ли осенью то ли в конце лета вот в таком прикиде не обязательно с этим платьем обычно с джинсами я шастала но мы гладим платьем платье можно чуть-чуть при опустить но больше подлиннее а можно запинтюрить обратно наталью и ну вот и короче вот ничего такой прикиньте я смотрю на себя если у меня одна подруга она была бы отличным хейтером та которая мне периодически что-то вяжет по собственному желанию она как-то ко мне пришла поделить свитер который мне вяжут я мерю значит костюм который тоже сейчас померю и она как забыл от у нас с тобой сорок восьмой размере зубу принял прям как хейтер который мне периодически какой-нибудь пишет про мой чуть ли не сотый размер какой угодно но не 44 мне раньше был 40 42 потом стал 40 46 потом 44 вот уже несколько лет сорок четвертый и взрывает она у тебя 48 потому что у меня 48 потому что у меня грудь третьего размера и ничего что у меня нулевой еле-еле до нее дошло но все равно она решила что свитер надо вязать на ее размер я не люблю оверсайз по крайней мере в свитерах я не люблю оверсайз потому что этот оверсайз не факт что залезет вот сюда а зафиг мне ну не люблю оверсайз свитера я помню мама мне что-то вязала такое иногда вот было так вот тут нормально а там дальше широко и у меня его носила сестра либо другая сестра как что я сейчас нацеплю куртях у которой я тоже любила шастать потом я природу чтобы уж не было анального спазма во всяких одиноких личностей куртях она у меня не поверишь зритель до сегодняшнего дня все еще висела на вешалке в коридоре в ожидании когда шею нацеплю когда вдруг внезапно потеплеет а потом я думаю блин уже наверно до весны не потеплеет может быть конечно с таким платьем она не носится и такой прикид бы точно не не на ту ногу шо ли одеваю не словился и уж тем более с валенками бы наверно не пошло ну как вот да вот такая летняя ветровочка зимними валенками шерстяными колготками и шерстяным платьем батя кстати шерсту прохватывает но можете поугарить или сказать лёля тебе это идет либо не идет либо еще какое-то свое мнение ну на большинство людей думаешь если человек делает обзор шматья он не показывает то что прикиньте вот это все вот мне нравится там фавориты моих шмоток за несколько за четыре сезона года тут некоторых нет потому что они не выжили некоторые еще не достала потому что они в дереве деревенскими шпатьем стала нибудь из деревенского шматья приехали в углище стали играть с ким шматьем тут даже несколько вещей домашний плод есть люди которые реально думают что если блогер одевает шматье на камеру то он ждет мнение именно а вот можно мне это носить или нельзя я одно время тусила с байкерами в 2004 году они были такие затощи плесневилые что когда я от них спустя полгода наконец-то свалила том что ну как на собрание так я а как погулять ты без меня у меня была тогда одна подруга и она мне его настя а можно как ты думаешь шарфик на шею надеть она на меня так море да тебе надо было пораньше от них спорить они такие затощи плесневела это теперь комплексуешь по поводу можно решать как одеть надеть потому что был период до и после когда я ходила в розовых блючках и у меня был такой розовый шарфик я не уверена что этот шарфик жив потому что была у меня подруга лена всеми известная лена люля ты такая вся никакая отдай мне вот эти сережки не отдам тогда я сама возьму и шарфик и еще что то еще что и было не только лена которые они говорили были такие подруги которые просто не говорили что ты тебе это все не подходит я это у тебя дожму они просто отжимали по тихому так вот я к тому что действительно есть люди которые веруют что если блогер показывают одежду то он ждет разрешение зрителя можно ли ему это носить а так вот для тех кто действительно так думает я не жду вашего разрешения мне это все нравится сейчас временно прервусь чтобы переодеться и вот я снова здесь наверное босоножки с этим платьем не совсем потому что на более-менее плотно я в нем шастую с той курточкой которую уже убрала но зато на сочетается по цвету это платье мне кто-то из вас дорогие подписчики дарил у него карманы обманы печаль вселенская но она мне очень нравится ну вот такие вязочки которые можно вытянуть вот прям талия талия него эту пуговку которую можно слегка расстегнуть под него не обязательно одевать лифак если у вас небольшая грудь почем как не знаю так как это подарок так чё я сейчас сейчас снова прервусь а кстати вот пока не прервусь я его даже еще не набирала рюкзак у меня конечно есть еще синий рюкзак есть рюкзак который другой синий уехал деревню есть рюкзак который дарила подписчица но это поварить рюкзаков он большой вместительный я с ним таскаюсь а куда я с ним только не таскаюсь и выйдю в деревню и вновь берез вот это рюкзак с поясным ремнем очень удобно если в него до хрена набита всякой молочке а в среду я вот поеду пойду пешкодралом бывший бывший через два района бывший район ну короче в этот на боровую за молочкой и мне как раз вот она вот она вот так вот вот ну вот очень удобно поверх той теплой куртяхи который мне очень нравится длинная я так поняла что мне пунктик мне нравятся шмотки и джинсы не было же период жизни когда носила все так очень свое а еще мне был период жизни когда носила все такое розовое но к сожалению меня двух розовых брючек уже нема кофта юбка розовая уже не она вообще как-то осталось очень мало мне кажется розовая одежда из подписи вообще осталось вот тут еще он веревочки как я потом поняла под какой-то коврик но у меня его не крутого коврика тут еще веревать резиночки под палочки которых у меня тоже нету очень хороший рюкзак меня просили с смр шоу моем сумочке так вот это к сожалению наверно для сумочек вот асмр шоу моем бюкзаке я заделала охотики сначала думала вот это нацепить но как-то не нацепилась а сейчас я снова прервусь и вот очередной новый прикид в этом прикиде под теплую курточку ту самую джинсовую меховую я шастала до недавнего времени буквально ну дней 5 назад еще шастала пока вдруг не это не осознала что вот здесь вот мерзнет если холодный ветер и по ощущениям минус 20 или допустим минус 11 12 17 18 просто минус 10 минус 7 хотя бы даже градусов уже холодно в них я в них и летом шастала я как-то обозревала мне еще тогда эксперт лишь мой личный эксперт моего канала мой личный хейтер холен знает 6 7 8 летнего стажа юлия да и черт памяти я все время ее фамилию перевирала то ли чемерис то ли черемис прости юлия я опять перебрала твою фамилию короче юлия из белоруссии говорила это не бомс такой я откуда знаю на вайберс было написано мус это другая модель да пофиг какая модель это джинсы в них удобно сейчас я наклоню камеру камерную голову уехала куда-то в них удобно они мне нравятся и мне совершенно глубоко фиолетово с большой высокой колокольни или типа того какая это модель был период когда я была дофига модная потому что мама шила мне одежду по журналу бурно когда на западе это было вот модно а в россию лет через пять десять приходила только эта мода я была супер модная а потом мамам не стало мне на голову слегка срезает и короче я давно уже не загоняющую модно я загоняюсь на то что в первую очередь мне удобно поэтому нас моей подружки которые считают что у нас не один размер потому что они у грудь больше моей войти нет да сказал мне что я совершенно не модная я давно уже привыкла носить то что удобно а не то что модно иногда посмотришь случайно какой-нибудь показ мод глянешь на этот что они курили ели вообще нюхали от израиль и подумаешь что уж лучше пусть год комфортно чем вот этот рыбу на себя дел пошел дальше вот а да для некоторых которые не могут свое время для тех людей кто носит легче круглые сутки 24 на 7 ну вот вам не повезло мне повезло я могу его не одевать это футболочка подарок от подписчицы в таком прикиде я шастала на сабанту и круценник потому что у них вечно жарко особенно когда топительный сезон там вообще жарко от жары я могу скинуть склеить ласты поэтому я поперлась в теплой курточке хоть рукам немножко было холодно но тут небольшое расстояние вот у этой кокол футболочки моя любимая футболочка с котиком я ее носила не только с этими джинсами но и другими но эти джинсы он прям любовь любовь можно даже сейчас босоножки сменила меня тут пара босоножек одни босоножки я покупала еще восемнадцатом году за полторы тысячи какая-то тогда новая коллекция была не джинсовая в ярике когда наверно последний раз общалась с этой своей подруженцей которая на каждом углу орала о нашей дружбе но гнобила меня почем свет стоит а я из особой супа супер вежливости не могла ее невежливо послать куда подальше но однажды я это сделал и все стали жить счастливо я по крайней мере стала жить счастливо знаете такой жирный мешок говна со спины свалился внезапно моя другая подруга сказала с которой мы до сих пор общаемся что мусор сам себе вынес и вот она как мусор сама себя вынесла уж простили вам а может не прощать вот вот таком прикинье иногда шахтала когда было тепло очень крутые масоножечки я их иногда надевала еще с носочками ну зимой конечно них не походишь я не настолько супер странный человек я все-таки иногда понимаю что холодно в этих джинсах ну когда уже совсем третий день нужно потом чихать начинаю думаю наверное все таки мне холодно наверное надо вспомнишь умеете три пары да я уже одевал надевала мохнатенькие одни правда не мохнатенькие просто шестяные каюточки тут у меня еще есть кроссовочки люди не поверите их покупала в четырнадцатом году в ярике в центре все в них ничего единственное что одна кроссовочка промокает если вступить в мокрую воду но смысле если на дороге вступить воду я в них ездила в ярик когда оформляла карту кредит европа банк чтобы вывести зарплату youtube так вот я сейчас просто подойду с ними вот так вот вот эти кроссовочки из центра обувь я что-то я не помню за 500 600 сколько там их покупала тогда еще была куртяха какая-то не не путяха сумочка была что-то вроде еще ой на них дырочка сверху образовалась на одной кроссовочке короче они 2000 в следующем году в начале года будет 10 лет все мне хорошо но у них очень тонкая подошва если идешь по лужам в общем я реке у них три раза промочила ноги еще одну дырочку вижу на одной штучке то можно промочить ноги на сухую погоду не хорошо но вот там просто короче видать уже вот где-то продырявилась это да вот я вижу тут две дырки вот на этой мне не повезло у него сверху вот на этой штуке дырочки и внизу на подошве тоже две дырочки если ступить в мокрый асфальт или в мокрую траву то нога сразу намокают центр обувь прервусь конец еще немного еще чуть-чуть я теперь я понимаю что то надо было бы погладить но у меня все спонтанно как обычно я его покупала по моему девятнадцатом году перед тем как сварить в абхазию на чуть меньше двух недель я уж не помню сколько там было 2 недель на месте дорогами это лен и это лен иногда я ходила вот так в основе по городу иногда эту ковтейку надевала вместе с другими джинсами для марнации могут поршать я тут по идее должна была буду удовлетворить и те кто любит посмотреть шматью и те кто любит обсудить меня вот она тут кстати ну вот кармашки тут веревочки тут говорит что надо заправлять чтобы быть русский народный человека кто-то говорит что можно вот так мне нравится вот так мне тут остается пара шмоток домашних я вдруг поняла что у меня тот самый костюм который дарила подписчица спортивной которая любила таскать весной и какое-то время летом он у меня частично в деревне по моему тут штаны а кофта там или наоборот тут кофта там что на короче ну ну не случилось я живу отдельно мерила как-то я думаю вы помните этот костюм если чё гляньте там мои обзоры этих шматьях я постараюсь как мне потом водильный плейлист зафигачить все эти обзоры одежда это у меня есть только плейлист косметика одежда надо его как-то разделить если смешанное видео просто насунуть его какой-то другой плейлист так вот вот прикинуть на такое ощущение будто я тут как-то кусок стою вот мой новый спортивный костюм я не помню снимала я его ли только собиралась джинсы точно помню снимала портяху показывала что-то у меня еще новое было не помню халатик вроде так вот может последний халатик не показывала предпоследний халатик показывала но он быстро изжил себя очки черт у меня я собиралась после этого записать а самым у меня совсем чуть-чуть времени остается надо что-то смонтировать прежде чем писать асмр поэтому извиняйте за пижоком только смонтирую монтаж я наверное буду делать уже не сегодня там еще один монтаж ольге кстати спасибо за донат я просто тут несколько дней я не рассчитала свои силы скажем так на эти чертовы завтраки по будням поэтому я потом помирала в очередной раз несколько раз вот тут капюшончик есть это 44 размер для тех кто взрывает что а ты жирная тебе на 46 48 50 125 хотя есть те которые взрываешь мало ли что написано на самом деле это сорок восьмой и вот когда я меняла эту куртяху кофточку чтобы показать подруге что я хочу если свиток то что-то вот такое ну не жирнее не шире она взвыла а он тебе мал он тебе узок я думаю в каком блин месте он немалый узок 44 размер тут еще часть меня войдет а все заходилось тому что вот у нее вот тут больше а у меня 0 ну тут как бы это карман кунгура то тут у меня платочек у меня когда с нос потянул блин где денег платочек и слава чертям здесь был платочек почему слава чертям потому что слава чертям вы можете сказать слава другим каким-нибудь существом можете сказать слава мне слава лёле лёль много так что лучше сказать просто слава вот этой лёле тут черные веревочки мне вообще на самом деле напрягают вот такие хрена тени я подойду поближе чтобы вы видели вот такие хрена тени меня напрягают но думаю хрен с вами я свою тут и я сейчас эти снимаю с тем самым новым светом который мне находила одна подписчица только потому что я снимала обзор моего ухода просто с камеры без управления планшетом и не разглядела своими слепыми глазючками что фокус сбился по мне так очень даже нормальный свет так и сейчас я тебе зритель поверю последние остатки покажу последние остатки того что он вещь есть костюм который я носила в деревне потому что он как бы с одной стороны домашний костюм но мне его подарили для езды на велики в деревне вот я все лето в нем таскалась а он конечно уже такой местами в дырочку истаскала моё домашнее платье подарили иногда я в нем сплю вообще-то просто домашнее платье да возможно там какие-то воплечо у тебя с ногами на днях я пришла домой в колготках кошка увидела меня в колготках и решила посащить от меня ногу свои когти я так офигела что даже не сразу сообразила ее снять с ноги поэтому тут у меня прямо вот есть отметина такая прям будто вампир трех зубов был где-то еще есть какие-то отметины кошка любит лазать по моим ногам если кто-то в это не верит то это ваши проблемы так здесь кажется наверно такая паренонная но наверное если бы я была чуть потолще это было бы нормально но смысла бы скрывала моё жирок сейчас последний костюмчик примеру и закруглюсь а до последней минуты вот тот самый костюмчик который ты часто наверное видел моих видео либо деревенских есть какие-то которые еще не намонтированы но там я не в кадре там скорее что-то другое в кадре вот здесь я дома шастаю короче вот этот рюкзачок который в этом году купила я в деревне для того как купила этот иногда с ним шастала ну и он мне нравится единственный минус его в нем нельзя под дождик попадать иначе все вымокнет черту хотя однажды я ехала из сада и попала под дождик и он ну как бы может дождик не очень сильный был и там все что было оно не вымокло на мое счастье и он тоже не настолько намок но все же мне он не советуется под дождик попадать и вот я купила к нему вот таких и на тени потому что у него вообще нет никаких вот таких рамочек не поясного ремня не вот таких вот рамочек а я без таких вот рамочек не могу потому что одно время с ним выдры за молочкой потому никогда не закрывается мне кажется она уже под вытянулась у меня потому что смысле наоборот поджалась а фиг знает пусть я когда-то его постирала на какой-то не той стирке тут есть кармашки мужа ноги как-то смотрю выросли внезапно что они уменьшились но это костюмчик таскался в деревне практически я в нем только что не спала и душ не принимала участие сниму этот рюкзачок и вот этот мой костюмчик кофточку это я как раз недавно стиралась новую капсулу галифоскринь ой возможно нижняя полушария съела трусики как жить дальше меня такое ощущение что я снимаю как-то это зеркально тут не получится не нажмется месяц короче ну короче как то так да вот сейчас так выглядит моя тумбочка как-то все 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 лишнее с нее убрала стала самый самый минимум там два пакетика ща я просто лежу потому что тут что-то разбиралась искала одно нашло другое мне остается меньше двух минут записи короче зритель если хочешь поддержать мой канал совершенно довольна то может это сделать это бутылочка поддержи лирку я скажу тебе спасибо также к кольке которая сегодня скинула мне свой донат ну это можно писать какой никами если это будет не ходить я поставлю тебе сердечко и пока